Видео подготовлено сайтом online-gdz.net геометрия 10 и 11 класса. Танасен, задание 822. Давайте будем записывать условия кратко и изображать на чертеже. Через точку К, лежащую на окружности с центром О. Итак, окружность с центром О, точка К лежит на окружности, и через нее проведена хорда КА и касательная КБ. Точка касания. Запишем КБ касательная. Из чертежа ясно, что точка К является точкой касания. А через точку О проведена прямая перпендикулярная прямой ОА. Проведем такую прямую. Во-первых, соединим точки О и А и проведем прямую ПЕ. ПЕ перпендикулярно ОА. Так, и эта прямая пересекает хорду КА в точке М, а касательную КБ в точке Н. И нам нужно доказать, что НК равно НМ. Будем рассматривать треугольник НКМ и докажем равенство углов. Тогда давайте запишем следующее. Первое. Если мы рассмотрим угол МКН. Угол МКН – это все равно, что угол АКБ. Угол АКБ – это угол между касательной и хордой, проведенной через точку касательной. По теореме 1 из пункта 86 учебника такой угол равен половине градусной меры дуги, которая содержится внутри этого угла, то есть дуги А, Е, К. Второе. А вот теперь мы соединим точку О и точку К, то есть проведем радиус в точку касания, и рассмотрим треугольник АОК. Отметим, что этот треугольник равнобедренный, потому что две его стороны – это ОА и ОК – радиусы одной и той же окружности. При этом угол АОК – это центральный угол, он опирается на дугу АЕК, поэтому он равен градусной мере дуги АЕК. А если мы захотим вычислить углы при основании, нас интересует угол ОАК, тогда этот угол будет равен 180 градусов минус угол напротив основания, то есть угол АОК – это дуга АЕК, и делить на 2. Другими словами, получим 90 минус 1, вторая градусная мера дуги АЕК. Третье. Теперь рассмотрим треугольник АОМ. Этот треугольник прямоугольный. С прямым углом давайте отметим. АОМ – этот угол прямой, потому что по условию прямая ПЕ проведена перпендикулярно ОА. Тогда мы можем вычислить угол ОМА. Это один из острых углов прямоугольного треугольника, а он будет равен 90 градусов минус второй острый угол, угол ОАМ. Ну, ОАМ – это ОАК. То есть это будет равно 90 градусов минус 90 градусов плюс 1, вторая дуги АЕК. То есть это будет равно просто 1, второй градусной меры дуги АЕК. Четвертое. А вот теперь угол ОМА равен углу МКЕ, как вертикальные. Как вертикальные. Эти углы равны. Таким образом получается, что угол МЕ… Нет, КМЕ. КМЕ. ОМА и КМЕ. Таким образом, угол КМЕ, А он же угол КМН равен 1, 2 дуги АЕК. А следовательно, учитывая первое углы КМН и угол МКН равны, а следовательно, треугольник КМН равнобедренный, а значит равны НК стороны, лежащие напротив равных углов, что и требовалось доказать. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.